Кандидаты в члены высшего совета магистратуры, прошедшие предварительный отбор или так называемый приветинг, были сегодня утверждены на общем собрании судей. Таким образом, состав ВСМ был пополнен четырьмя постоянными судьями и одним альтернативным. Форм не обошелся без скандалов, отставок и обвинений. Сначала перед судьями выступила министр юстиции Вероника Михайлова-Марару, которая заявила, что несмотря на всю открытость и усилия, прилагаемые министерством, цели не будут достигнуты при отсутствии общего видения. И власти нужно участие всех судей, нужен репрезентативный партнер, с которым можно осуществить реформу правосудия. Затем выяснилось, что мировой судья Анатолий Цуркану, который накануне подал заявление об уходе с поста председателя собрания, передумал и отозвал свое заявление. При этом в разы правления на себя к тому моменту уже взяла временно исполняющая обязанности председателя ВСМ Нина Чернат. После того, как она предоставила слово другому члену ВСМ Иону Гузуну, Анатолий Цуркан, а также другие судьи в зале выразили возмущение тем, что это выступление не было запланировано, а Чернат ведет заседание, да к тому же не по процедуре. Вам больше не придется заниматься организационными моментами. Вы обычный судья, который должен занять свое место в зале, хотя вы утверждаете, что являетесь членом ВСМ. Вы судья и ваше место в суде. Быстро. Госпожа Чернат, мыслите здраво, имейте в виду, что собрание судей продолжается, и вы даже не имеете права выходить на сцену. В итоге предложение об отставке Цурканат с поста председателя общего собрания судей было вынесено на голосование. 188 магистратов проголосовали за. При подсчете голосов члена ВСМ Иона Гузуна обвинили в представлении ошибочных данных по кворуму. Он указал, что на заседании присутствует 320 судей, но когда сверили подписи, оказалось, что в зале всего 320 человека. Отставкой Цуркана был недоволен уже секретарь собрания Георгий Балан и в знак протеста подал в отставку. При этом он обвинил судей, что их нагнули те, кто выступал в начале заседания, напомнив, цитата, что когда система прогибается, в государстве возникают большие проблемы. При обсуждении списка кандидатур в члены ВСМ судья Виктория Сандуца предложила включить в список также кандидатов, которые ранее не прошли аттестацию, но подали апелляцию на решение о предварительной проверке. Ее предложение было отклонено. Общее собрание судей продлилось целый день, но судям удалось все-таки утвердить предложенный список кандидатур. В состав ВСМ вошли. Василий Шкёп из Зенгенского суда он набрал 220 голосов. Иона Керенец из столичного суда сектора Центр 215 голосов. Сергей Караман из Креулянского суда получил 185 голосов. Мария Фрунзе из столичного суда сектора Центр набрала 158 голосов. За Ливию Митрофан, альтернативного члена ВСМ, проголосовало 148 судей. Все они представляют суды первой инстанции и избраны сроком на 6 лет. Напомним, общее собрание судей, которое состоялось 17 марта и на котором должны были выбрать новых членов ВСМ, было в итоге перенесено на 28 апреля. Власть обвинили судей в подрыве реформы юстиции и блокировании работы ВСМ. Было принято решение, что назначать членов не из судейского корпуса в состав ВСМ будет парламент. Первых трех кандидатов 20 апреля парламентское большинство уже утвердило. Это Александр Постика, Татьяна Чаглик и Он Гузун. ВСМ состоит из 12 членов, 6 представителей судебной системы и 6 не судей, назначаемых парламентом.